Мы можем получить еще раз Final Rejection, еще раз R7, еще раз R630, и еще раз, два раза мы запускаем процедуру панно. Ну, короче, понятно, да? Лет пять лет, это красота. Ой, годами там. Вот, известное изобретение лазеров, да? Лазеры из-за них Таунс получил, Шалу Таунс, они получили Нобелевскую премию за... За Мазер наш получил. Да. И был в их лаборатории сотрудник по фамилии Гулт, G-O-U-L-D, который подал до еще опубликования статьи по лазерам, он подал заявку на патент. Нет, он подал после опубликования статьи заявку на патент и на изобретение лазеров. При этом, когда была разработана схема лазерного устройства, он пошел к нотариусу в аптеку, когда в аптеке сделали, и он зарегистрировал, что у меня сегодня есть вот эта схема, вот эта сегодняшняя дата, я такой-то, такой-то, у меня есть вот эта схема нарисованная. То есть дата его приоритета была по дате вот этой схеме, схема зарегистрированная у нотариуса, а статья вот наших Нобелевских лауреатов была позже, таким образом патент базировался на вот этом более раннем приоритете, чем статья Нобелевских лауреатов. И процесс получения этого патента длился 19 лет, что на самом деле было полезно, потому что когда его получили, то как раз лазеры-то начали выпускать. Потому что вот пока они столько придумали, ведь не было промышленного производства лазеров, а когда получили, тогда как раз можно было удачно все фирмы, которые выпускают лазеры, удачно засудить и получить свои деньги на лицензии или просто... И получилось? Да, да, да. Зато и был учащий УГУ или УГУ или УГУ? Да, УГУ. А у тех ребят не было патента? С дата получения патента случается 10-20? Тогда было не так, но все равно он успел, у него там было года полтора еще, и он быстро срубил со всех, и, конечно, он срубил много, но вот этим лойерам, которые 19 лет бились, им, конечно, кусок-то побольше достался, чем ему самому. Надежда, вот когда мне 10 лет назад предлагали продвигать лазерную аппаратуру в медицине, я рисовал карты рисков по продвижению лазерной медицинской аппаратуры и соответствующей технологии. И у меня сталкивался с мобильным. А в чем вопрос? Значит, вопрос заключается в следующем. То есть со всех этих выпусках, этих лазерных медицинской аппаратуры ГУУ тоже сегодня получают рентген. Нет, ну заучилось. Буквально через год-полтора после получения... А эти сроки-подомисты, они еще что-то получили? Ну почему, они великие ученые, они великие ученые, а это чисто с производства лазерных. Я вас слышу. А получается, кто у кого украл? Он же работал в их лаборатории. Он работал в их лаборатории. История именно такова. Я привела этот пример для иллюстрации, что 19 лет было... История именно с патентным офисом. Но в итоге оно как бы и хорошо. То есть если бы он сразу получил еще неделю... А он, получается, в 19 лет не платил ничего за поддержание? За поддержание он не платил. Но сколько он платил юристам? Или как они работали за результат, вероятно? Он не был платить за поддержание, потому что не было охрана документа. Он платил эти 650 долларов, получается. Я не помню, это 60-е годы. Какие там были 650 и что было? С момента выручить патента. Мы видим, что там не платили, чтобы не платили. Ну и раз уж нашел вопрос о поддержке. Поддержку патентов в США надо оплачивать один раз в 4 года. То есть первые 3 года вы ничего не платите. И потом вы платите 800 долларов. И до 8 лет вы опять ничего не платите. Я была... Вот жалко, ушел Кендрик. У него написано, что поддержка американского патента 8 лет – это 8000 долларов. Меня интересует, откуда эта цифра. Потому что поддержка патента до 8 лет – это 800 долларов. Ну, можно там... Мы берем, скажем, ну, 120-200 долларов за то, что мы это оформляем. Мы платим эту пошлину. Ну, это 1000, но не 8000. Поэтому до 8 лет, значит, поддержка американского патента – это 800 долларов платится один раз, когда патенту 4 года. В Европе, к сожалению, это все существенно больше. И в каждой другой стране нужно платить каждый год. И в Канаде, и в Европе. И в Европе в каждой стране. Потому что мы, Европа, это... Если интересует, значит, мы подаем европейскую заявку. И после этого, когда патент в Европе разрешен, мы должны ее валидировать. Есть такое слово «валидейшн». Она такая уникальная. То есть это валидейшн во всех странах Европы, в которых вы считаете нужным. То есть там, где будет работать патент. Например, если у нас патент по нефтянке, то это будет Норвегия прежде всего. Ну и так, по малу, где может еще. Если у нас по автомобиле строение, то и будет Германия, Франция, Италия. То есть мы смотрим, где бизнес по именно вашему направлению. И оплачиваться будет в европейской патентной патенте или в конкретную... Конкретно в каждой стране. И нужно сделать перевод, там, Эбсток, по крайней мере, формулы, на тот язык, где вы будете валидировать. Это не очень дорого. То есть они не экзаменуют. Патент уже разрешен. В этом смысл европейского патента. А валидация – это перевод на язык, включение в реестры. Ну, потом придется... После 50 европейский патент подается шаг, получается, и вместо 50 европейский патент. В 50 мы рассматриваем как международные на 154 страны. А кроме того, есть национальные и региональные. Вот это региональные, оно как национальные. То есть вы можете... То есть это хотелка, а европейская – это уже в отчете. То есть это вместо 50 национальный патент подается до 26 стран европейских. да или напрямую российская европейская если другие если сша интересуют страны российского залива как советую лучше сам я начать или напрямую страны российского залива почему сами а вообще родина изобретений а а получать а и а 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 и а а а а Арабский дорого. Пошлины патентных поверенных дорого. Но это еще не так дорого, как то, что вы берете, вам присылают доверенность на ведение дел. Она там на арабском, английском, русском и так далее. Вам нужно получить документ о регистрации вашей компании-собственника, перевести ее на арабский язык. Вам нужно получить сертификат, в общем, каких-то авторов тоже. Всю вот эту пачку вы сначала, я расскажу про Америку, вы сначала идете к НОТАРу. Вы это все нотаризуете, платите пошлины за каждый документ. После этого мы едем в администрацию штата Нурилен. Мы идем к серегитарю штата, где мы визируем, регистрируем это, платим пошлины. После этого мы идем в Министерство внутренних дел США, в Министерство как у вас, МВД, да? Вот. И мы там, значит, в определенной секретариате, мы регистрируем эти документы, что они все правильные, что это все. Но, естественно, это все не происходит. Вот вы и пришли, вам сразу вас штуканули, понятно? Это все вы привозите, подаете, вам выдают в итоге. Вот, вот, за этим барахлом вы записываетесь на прием в консульство, и в консульстве, нотариус консульства берет у вас все эти документы, проверяет их, и за каждый из них мы заплатили, только за консула в Эмиратах, мы заплатили 563 доллара за каждый, для того, чтобы они поставили... В Мусе я задал вопрос, только как делать ситуацию производства? Планируем уже открытый рост консульства беременности. Ой, вам легче просто взять соучредителей Шейха, они обычно это сейчас 20 лет делают, да, и работают. Короче, вот эта вот огромная машина, и за каждую бумажку, которую надо металлизовать, 563 доллара пошли. Извините, а зачем вопросы светильники? Поставлять им не вариант? В общем, контракте на оснащение зданий. Это сложно, а в том числе. Скажите, пообщая вас потом. Не хочу. Насчет PCT. Вот в Америке после коммуникации можно 12 месяцев подавать, в России, если не ошибаюсь, через 6 месяцев уже до поставления. А PCT? За сколько месяцев можно после коммуникации подать PCT? Дело в том, что PCT на все страны, значит, надо по минимуму в некоторых странах ноль, поэтому надо ноль месяцев. Так, ну ладно, заплатили пошлины, нормально. Это о том, что когда вы в университете или вы в компании получаете государственный контракт, то государство имеет определенные права на вашу разработку. Это разработка не ваша. Мы возвращаемся к теме, кто является собственником изобретения. Значит, существуют неограниченные права. Это когда все, что вы делаете, принадлежит государству. Это ограниченные права. Это, например, право использовать именно для каких-то государственных целей. То же самое касается софтовое. У программных продуктов это называется ограниченные права. И еще есть government focus rate. В общем, дело в том, что это для американского слушателя, и у вас, я уверена, совершенно другие правила. И в любом случае, что я хочу здесь сказать, когда вы заключаете соглашение с правительством на производство какого-то вида работ, обязательно должен быть параграф 2-3 о том, как распределяются права на интеллектуальную собственность. И чем больше вы отъедите себе прав, тем оно будет решено. У нас еще правительство. Как правило, любое соглашение при устройстве на работу имеет договор о изобретении, причем не обязательно служебном изобретении. Тем более, что мы люди творческие, то есть наша работа, как правило, я себя позиционирую как физик, она как бы подразумевает, что я изобретаю. То, что мне платят зарплату, оно как бы включает в себя компенсацию за изобретение. И очень часто в российских университетах...